Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Франческо Саверио Альтамура Итальянский художник, известный полотнами в романтическом стиле Изображающий в основном исторические события Он родился в Фодже 5 августа 1822 года Но в 1840-м переехал в Неаполь Первоначально с целью изучения медицины Был зачистен в школу священников в Скалокпи Но его интересы привели его к поступлению в Академию Прекрасного Искусства Вместе с Домиником Морелли Также он подружился с Микель де Наполе Я пользуюсь приводной википедии Как и его друзья, он стал участником протестов Во время восстания 1848 года Сражался на баррикадах Санта-Бригиды Был ненадолго арестован, приговорен к смертной казни После чего бежал в изгнание в Аквиллу А затем в 1850 году во Флоренцию Там он вошел в круг художников, которые часто посещают кафе Микеланджело И живописцев Тосканской школы Макияолли Картины Франческо, в отличие от работы Макияолли, были сосредоточены на исторических и политических событиях В 1855 году вместе с Морелли и Серафиной Детти Вольи он отправился на Всемирную выставку в Париж В 1860 вернулся в Няполь На этот раз сражаясь бок о бок с войсками Джузеппе Гарибальди А затем он стал активно заниматься политикой, ну а также и искусством В 1861 году он представил картину, изображающую похороны Буандельмонта, проходившего в Париж Похороны молодого дворянина, который был убит в день своей свадьбы Его убийство, согласно Данте Алигьери, стало одним из триеров внутрисемейных разногласий и конфликтов в его родном городе Информация В 1865 расписал фресками часовни Королевского дворца Няполь В 1892 он написал пять алтарей и четыре полотна для восстановленной в приходской церкви Кострияна де Греки в провинции Лечи Его первая жена Ирина Вукурас была греческой художницей, с которым у него было трое детей Среди учеников Альтамуры был Генченто Акварио Франческо умер в Няпле 5 января 1897 года В 1901 в Фодже был установлен память его честь Вот так вкратце из переводной википедии о итальянском художниках Известным полотнами в романтическом стиле, которые изображают в основном исторические события Франческо Саверио Альтамура Пока-пока, до свидания, смотрим работу Франческо Саверио Альтамура Саверио Альтамура